Всем привет, смотрите свой блог, и сегодня мы на ЯК-1014, и здравствуйте. Добрый день, вечер, кто когда это смотрит? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Андрей Сибрант, я директор по маркетингу сервисов Яндекса, но не удивляйтесь, что я на технологической конференции даже веду здесь часть мероприятий. В Яндексе все, включая маркетинг, очень и очень технологично и очень зависит от использования и разработки технологий. Здорово. А можете рассказать вообще, как давно вы этим занимаетесь? Этим чем? Именно в Яндексе маркетингом. Ну, чуть больше 10 лет. Ну, я в марте 2004 года пришел в Яндекс, пришел сразу, естественно, в наш департамент маркетинга, который тогда еще департаментом не был, у нас человек 3 было, кто занимался маркетингом. Ну, и теперь это огромный департамент. Здорово. И можете сказать немножко о самых интересных проектах, которые сейчас осуществляются в Яндексе, которые вы ведете или развиваете? Ну, если совсем коротко, то на самом деле, это вообще моя любимая тема, много про это где рассказываю. Сейчас вот те самые большие данные, про которые мы тут слышали в докладе, и которые, например, в докладе были применены для того, чтобы распознавать объекты, чтобы наши спички, то есть технология распознавания речи работала, они универсальны. Вот технологии машинного обучения, технологии, которые позволяют понимать смысл, вычленять какие-то объекты из речи, которые позволяют, что очень важно, делать все это персонализированно для каждого человека, они все больше проникают в маркетинг в двух местах, потому что в маркетинге можно говорить о его продуктовой составляющей, и именно технологии вот больших данных, технологии машинного обучения позволяют делать персонализацию высокого уровня, то есть вот не то, как раньше, давайте разделим продукт для мальчиков и для девочек, дальше попробуем определить, мальчик или девочка, и покажем. То есть гораздо глубже сейчас? Все больше и больше вместо привычной классического маркетологу сегментации, а сегментов, ну их 10 может быть, ну невозможно, во-первых, просто в человеческой голове больше не помещается, мы не можем нашу аудиторию разбить на там 2 миллиона сегментов, ни один человек в голове 2 миллиона разных сегментов удержать не в состоянии мозг так устроить, а машине все равно, поэтому машина может выдать чуть персонализированную или сильно персонализированную рекомендацию каждому. Сейчас же все это очень динамично, потому что появляются все какие-то новые разновидности, виды пользователей. Да, 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 и вот я сказал про первую сторону, про продуктовую сторону, наверное, самая яркая история, которая сейчас происходит в Яндексе, это музыка. Потому что в музыке мы сможем выдавать персонализированные рекомендации, музыка очень приятна тем, что там миллионы композиций, и, наверное, у каждого человека немножко свой вкус. И когда мы сейчас вынуждены выбрать, там, не знаю, из 10 радиостанций или там сотни плейлистов наших знакомых, какой мне больше подходит, он все равно не... И в данный момент времени еще? Да, и он все равно не идеален, потому что, ну, как бы ни были у меня там близки мои вкусы к чьим-то, они не совпадают полностью. И поэтому очень важно иметь алгоритм, который именно мне порекомендует то, что я еще не знаю, но то, что, о, какой же класс! И то есть сейчас вот в Яндекс.Музыке на этом работают? Да. Это, наверное, в Яндекс.Музыке, да? Да, в Яндекс.Музыке. Я говорю, это вот классическая история про продукт. Когда возможность вот все эти огромные массивы данных, информацию про человека превратить в конечный продукт, называемый рекомендацией, какую еще песню этому человеку предложить послушать, это классическая история про продукт, который заточен под конкретного человека на основе обработки огромных массивов данных. И вторая тоже классическая история в маркетинге – это реклама. И у нас и там идет та же самая история. Вместо того, чтобы как раньше, это все наследие просто тяжелого прошлого, когда данных было мало, и мы вынуждены были сегментировать по классическому соцдему. Любой маркетолог, если вот среди слушателей, зрителей они есть, знает. Классическое описание аудитории. Девочки 18-24, жительницы больших городов. Это очень мало что дает. Это ничего не дает, потому что эта девочка может любить хард-рок или классическую музыку. Эта девочка может любить путешествовать или быть страшным дымоседом. Мы этого не знаем. Мы вообще не знаем этот продукт, ей в принципе понравится. И, как ни странно, нормальное, хорошее определение аудитории – это должна быть аудитория, которая хочет купить мой продукт. И, как ни странно, это задача, которую может решить машина. Здорово. И как вот этот прогресс уже близится, какая-то точка, например, она может сказать, ага, все, Яндекс научился это делать, и может быть уже в ближайший год или в следующем году. Да, это уже есть. Пока, понятно, это решается не для всех, потому что одна из главных проблем машинного обучения состоит в том, что машину надо на чем-то обучить. Слово обучение, собственно, и подразумевает, что у нас есть выборка каких-то людей, на которых мы можем ткнуть машине пальцем и сказать, вот, посмотри, это такие люди, которые нам нужны. А теперь, когда приходит какой-то человек не из этой выборки, причем масштаб этой выборки не очень большой, к счастью, это там десятки тысяч очень хорошо, то есть если мы выбрали 10 тысяч, там, не знаю, любителей роз, то дальше, когда приходит один из десятков миллионов пользователей уже, машина с высокой вероятностью может сказать, он розы любит или не любит. Соответственно, там, в магазине цветов ему надо букет из роз предложить, или лучше что-нибудь другое. То есть машине надо давать много данных или много времени? Нет, данных. Все происходит в реальном времени, но главное, что нужно давать много данных, и каждое обучение свое. Поэтому в рекламе мы умеем кое-что выделять. Вот классический случай, который я рассказываю на своих лекциях, это история про то, что рекламистов, которые тратят бюджет в телевизоре, очень волнует, а как бы нам найти тех людей, которые что-то перестали смотреть телевизор. Вот вы много телевизоров смотрите? Нет. Вот вы тот самый человек, которого рекламисты называют light TV viewer. Они вас не любят. Как я понимаю, сейчас это все и меньше, и меньше телевизоров именно из нового поколения. Зависит от поколения, зависит от места. Больше ютуб-вюверов, наверное. Конечно, но это в больших городах и среди относительно молодого поколения. В городах поменьше, в глубинке, и среди пожилых людей, конечно, по-прежнему люди много смотрят телевизор. Но рекламодатели-то хотят свое сообщение донести для тех, кто в ютубе сидит, а не на первом канале. С другой стороны, поскольку в интернете людей-то уже очень много, просто повторить и влить этот бюджет тупо, давайте покажем всем в интернете, им тоже жалко. Они хотят грамотно потратить деньги. То есть давайте мы вбухаем деньги в ящик, в телевизор, а тех, кто ящик не смотрит, мы достанем в интернете. То есть чтобы 100% все получили то, что... Да, да, да. Ну, циничная задача, но, к сожалению, рекламисты ровно этим занимаются. И мы научились решать такую задачу, которая даже кажется странной, потому что она не про онлайновое поведение человека. Как по поведению человека в интернете определить, много ли он смотрит телевизор. Оказалось, можно. Оказалось, можно, просто специально набрав панель... Сейчас почти все что угодно можно определить через интернет. Да, просто вот набрав панель, но это пришлось специально набирать панель. Ну, рекламодатели деньги есть на такие исследования, они готовы были их потратить. Из таких, как вы и я, людей, которые мало смотрят телевизор. За ними последить, с их согласия, за деньги, все как положено в большом мире. Как они себя ведут в интернете? Ткнуть туда алгоритм пальцем, сказать, вот так ведут себя люди, которые мало смотрят телевизор. И потом, и это было, опять же, несколько тысяч человек. Выборка меньше 20 тысяч была. Когда приходит любой из тех самых 70 миллионов людей, которые сейчас в России в интернете, машина с высокой вероятностью говорит, это light TV viewer или heavy TV viewer. Heavy, не будем показывать эту рекламу, потому что он прекрасно ее уже видел 100 раз в телевизоре. Light TV viewer, вперед, сейчас мы его накормим. Зря он думает, что он от нас ушел. Ясно. А вот еще, знаете, я слышу, что чаще возникает, это такая, как и проблему некоторые ставят. Не будет ли нарушаться человеческое, так сказать, ну, личное пространство, что они будут знать все, 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 и это уже манипулировать? Смотрите, у меня на это есть любимейший ответ. Это вопрос психологии, вопрос того, для чего мы используем. Потому что, когда вот возникает история, она периодически возникает, когда вдруг какая-нибудь система начинает рядом, скажем, с вашей почтой показывать контекстную рекламу. И вас начинает страшно волновать, что мои письма читает машина, но, простите, вот вы какой-то бесплатной почтой пользуетесь? Ну, да, Яндекс. Нет, слушайте, без комплиментов. Используйтесь к мейлам или мейл.ру вперед. Вы много спама там видите? Довольно много. Поверьте, это все равно лишь проценты от того спама, который туда сыплется. Это означает очень простую вещь. Вашу почту давным-давно читает программа. Давным-давно читает та программа, которая защищает вас от лавины спал, с которой вы просто потеряли бы нужные письма. Каждое письмо очень тщательно анализируется на кучу признаков, которые позволяют с помощью, кстати, все того же машинного обучения сказать, это письмо скорее спам, и его надо в спам. Или все-таки есть шанс, что у одного человека. Вы ошибается, что это не надо, и так все давно все знают. Я просто про ту простую вещь, что на самом деле вашу почту читают исторически, с того момента, как появились средства защиты от спама. Но при этом до той поры, пока это средство просто кладет спам, или убивает, или кладет в папочку спам, вас почему-то это не колышет. В тот момент, когда вдруг та же самая программа, вот буквально та же самая программа, просто по-другому немножко триггеру, говорит, только это письмо можно положить в инбокс, а, кстати, это письмо содержит много информации о детях, поэтому давайте покажем рекламу детского магазина. В этот момент вы начинаете волноваться, как же так мою почту прочитали? Да ее читала та же программа давным-давно, просто тут еще немножко другую реакцию выдала. В общем, волноваться поздно. Да, волноваться поздно. А дальше это этическая история, про то, что есть вещи, которые не должны быть использованы ни для рекламы, ни для каких-то других целей, потому что это человеку будет обидно. Все, ясно, здорово. И на последний вопрос, вот вы можете сказать своим опытом, и вот нас смотрят разные айтишники, не только программисты, не только там какие-нибудь представщики, дизайнеры, но также и люди, которые хотят, например, заниматься маркетингом в айти. Может, какой-нибудь совет, начинающий специалистом? А он следует из того, о чем я сейчас говорил, заниматься любыми маркетинговыми задачами, не понимая, как работает машинное обучение, не зная азов работы с данными, не зная даже азов программирования, сейчас станет невозможным. Просто уйдете из профессии. Это вот как... То есть им всем самому надо держать программирование? Им все равно надо хотя бы понимать, как это работает, им хотя бы надо понимать логику всех тех серьезных алгоритмов, без которых современный маркетинг, не только в айти, вообще становится невозможным. В общем, сейчас без программирования никуда. Это как научиться писать, читать хотя бы основу. Да, я не призываю всех изучать какой-нибудь серьезный язык, но я призываю всех понимать, в чем состоит алгоритм, как работают программы. Без этого понимания вылететь, к сожалению, сработает. На этой оптимистической ноте. До свидания. Большое спасибо.